Дамы и господа, вашему вниманию четвертый, последний четверть финал шоу «Горячие танцы». Добрый вечер, дорогие любители зажигательных ритмов, красивой пластики и оригинальной хореографии. Здравствуйте, вашему вниманию представляется единственное, неповторимое и уникальное шоу во всем Чулябинске «Горячие танцы» на ОТВ. И мы, его ведущие, Алексей Басов и Наталья Краснова. Оторвись на время от дивана, выйди на танцпол хотя бы на два часа. Разве ты не видишь, что настало? Время верить в чудеса. Заново родись в красивом танце, Сделай неожиданный себе сюрприз. В танце так легко под жизнью мчаться, Это стиль, а не каприз. Горячие танцы В расколе русской талант Горячие танцы И сердце подвергся в танк Горячие танцы На месте не усидеть Горячие танцы Час, Владималец Горячие танцы Горячие танцы Сегодня у нас четвертый четвертьфинал. Победители и проигравшие прошлых полуфиналов уже известны. Кто станет счастливчиком или аутсейдером сегодняшней программы, нам поможет определить только упорство, желание победить самих участников. Сегодня участвуют следующие пары. Игорь Линник и Катерина Каравдина. Артем Гельрут и Татьяна Малкова. Екатерина Вайнштейн и Дмитрий Кузьмин. Марина Броня Кирилева и Александр Позняков. На этом этапе четвертьфинала наши участники работают на выбывание. На первом, втором и третьем четвертьфиналах у нас уже появились первые проигравшие. Но, уважаемые фанаты и болельщики, не время отчаиваться. Время спасать своих любимчиков. Присылайте смс с пометкой ОТВ и номером понравившейся вам пары на номер 7545. Голосуй за любимую пару. Отправляй смс-сообщение на номер 7545. Кодовое слово ОТВ и номер понравившейся пары. Пара номер семь. Екатерина Вайнштейн и Дмитрий Кузьмин. Пара номер десять. Марина Кигелева и Александр Позняков. Пара номер тринадцать. Игорь Линник и Екатерина Каравдина. Пара номер шестнадцать. Заданием наших участников было сделать номера на тему советских кинофильмов. Кому-то это удалось лучше, кому-то хуже. Поэтому, дорогие зрители, не отчаиваемся и спасаем своих любимых конкурсантов. А судить четвертый и четвертьфинал будут... Президент имидж-клуба Светлана. Хореограф Светлана Клименко. Начальник департамента культуры администрации города Челябинска Виктор Ериклинцев. Представитель нашего генерального спонсора ЮКЖЦИ Станислав Рыбалкин. Заместитель председателя правительства Челябинской области Вадим Евдокимов. Ну что, Наташ, я думаю, самое время перейти к нашему шоу. И я приглашаю на эту площадку Марину Кигелеву и Александра Познякова. Это, пожалуй, одна из самых обаятельных пар проекта «Горячие танцы». И уж точно самая экстравагантная. Самая сильная женщина России Марина Кигелева и хореограф-преподаватель Александр Позняков подошли к своему первому танцу с юмором и не прогадали. Много юмора в вашем танце. Фактически он делает ваш танец. Молодцы. Танец состоялся. Ребята, молодцы. Очень хорошо использовали свою фактуру. Интересная задумка. Технически поработать надо. Но. Опять же, но. В танце была неподвижная. Сейчас мы можем чисто эмоционально вас оценить достаточно высоко. Но в следующем туре мы уже будем очень цепляться к технике. Я не знаю, на чем смотрели судьи. Может, им понравилось то, что я вот такая большая. Типа, что прыгала, бегала, поднимала тренера своего, ну, как бы партнера. Я не увидел ничего яркого. Но я думаю, что второй номер у нас будет круче. Удивленный и радостный, что попался этот турнир. Помнил этот фильм. И мне сразу искра такая в голову. Я Марине говорю, я знаю. Она говорит, у меня тоже есть идеи. И мы сошлись с этой идеей практически. Я думаю, у нас что-нибудь придумается такое, что... Затем прыжок встать. Будет намного интереснее, чем первый номер. И судьи будут в восторге. Ну, и зрители, конечно, тоже. Поднимаешь, прыжок делаешь. Раз, два, три, четыре. Поможешь. Я доволен своим партнером. Он очень классный тренер. Он очень классный человек. Он меня учит много. Он меня заставляет, чтобы я... Десять прогонов. Он говорит, танцуй. Ты должна. Ты должна научиться какие-то новые движения. Раз, два. Раз, два. Мы общаемся абсолютно нормально. У нас есть какие-то общие дела. Я имею в виду не только здесь танцы, а именно куда-нибудь съездить костюм. Она мне что-то подскажет. Я ей подскажу. И в этом плане у нас нет никаких проблем. Абсолютно. Все, другое. Прыжок. В моем виду спорта нужны мои медали, чтобы я приносил результаты. А здесь, в танцах, здесь, ему, что не нужны мои медали, он меня хочет просто танцевать. Чтобы моя душа цвела, чтобы моя радость, чтобы я улыбалась, чтобы я была довольна. И чтобы он меня все время говорит, мы победим, мы победим. Раз, два, три. Уан, два. Ну, теща, отстаньте уже от своими танцами-то. Станцую, увидите все на телевизоре. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, Саша, Марин, спасибо вам большое. Ну, в особенности, конечно, за котиков. Это не котики, это тигры. Ну, это те же котики, только чуть-чуть нервные. Нервными она станет, если жюри покажет плохую оценку. Поэтому будьте осторожны, уважаемые жюри. Вы продолжили ту же тему, которая была у нас на первом этапе. И, конечно, Марина демонстрировала свою силу, а партнер ее мастерство танцевальное. Ну, вот в первый раз это было все достаточно смотрибельно. Вот кто сегодня смотрел первый раз, наверное, это произвело на них такое же впечатление, как на нас первый раз. Поэтому второй раз мы хотели уже видеть, конечно, технику танцевальную со стороны Марины, чего, к сожалению, не было. И не всегда было попадание в музыку. Вот что самое главное. Ну, зрителям понравилось. И, в принципе, наверное, это имеет право на существование. Вот такие два разных образа. Ну, заниматься надо больше. Именно хореографией. Спасибо. Спасибо, Светлана. А хочу задать вопрос Станиславу. Как вам? Вы же первый раз смотрите эту пару. Как вам этот танец? Мне понравилось, как она строит. Понравилось эмоционально достаточно. Немного я понял, что сбились, когда сплоткнулись, да, потерялась какая-то эмоция. Вначале была такая вовлеченность, такое какое-то единство, да. Потом немножко выбилось. Но, в общем, мне кажется, интересный подход в самом танце, да, в самом постановке, да. Спасибо. Спасибо, Станислав. Правильно Светлана Михайловна сказала, что, конечно, это производит впечатление, когда это видишь в первый раз. Это такой, я бы сказал, шоу-номер, который достоин любого концерта или любого, так сказать, шоу-программы. Но я вот всегда вижу Марину, и всегда, вот где бы она не участвовала в каких телевизионных проектах, вот мне всегда нравится, когда она очень женственная, и когда она в платье очень красивая. И на ней сегодня шикарное платье, концертное платье. Я думаю, любая женщина могла бы позавидовать такому красивому платью. И когда она в образе вышла, вот этой львицы, такой, знаете, разъярённой, да, то есть такой, так сказать, опасной, я думал, что всё-таки укротить... К концу танца её укротят, знаете, это как укращение, да, строптивой. Вот это классический вариант. Но это вы как мужчина говорите, вы хотели, чтобы вот так было. Ну вот хотел бы я, да, вот увидеть Марину немножко в другом амплуа, в другом качестве, понимаете? Ну, проект не первый день, но так никому и не удалось этого сделать. Ну вот хотелось бы посмотреть на это. И как, я думаю, что будет интересно, вот такое перевоплощение нашей героини. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы вот, ну, вы, так сказать, танцевал не только партнёр, но и вы. Мы бы хотели что-то такое увидеть в вашем исполнении. Красивое, романтичное, как вы сегодня сама. Спасибо. Спасибо. Я бы не сказал, что вы переигрываете с амплуа Марины, да, если в первом туре там действительно этого все ждали, и вы этим взяли. То есть в сегодняшнем номере, так скажем, в меру, но на грани уже. То есть дальше эксплуатировать вот именно эту тему будет достаточно сложно, потому что другие ваши соперники, они тоже растут. И, может быть, в первом туре отыграть свою профессиональную направленность, свою профессиональную деятельность и поэксплуатировать её было, в принципе, нормально. Здесь тоже всё достаточно хорошо, но вот уже на грани. Поэтому, Марин, ну, конечно, нужен танец. И самое главное, что у вас данные к этому есть. Не бойтесь. Старайтесь это сделать. Вас любит публика, это здорово, Марин. Вот, и с движением, и с динамикой, и с тактом у вас всё в порядке. Вы попадаете. Но самое главное, вот, всё-таки попробовать начинать танцевать, а не колбасить партнёра. Слабость — это сила женщин. Я бы с удовольствием, но партнёр не может меня поднимать. И ему приходится больше танцевать, чем мне. А мне делать все поддержки. Поднимать мне совсем не обязательно. Мы не просим поддержки, но там же есть красивые вальсы. Мне кажется, Марина достаточно пластичная. Марин, ты можешь показывать сейчас, какая-то пластичная женщина? Наши богатцы. Вот смотри, это здорово. Ух, Саш. Просто супер. Вау. Посмотрите, друзья. Александр. Александр, я думаю, что вы, как человек от хореографии, у вас, я думаю, фантазия должна, глядя на свою партнёр, чтобы просто бить фонтаном. Как сделать так, чтобы показать её и все её преимущества? Вадим Михайлович, может, мы много чего-то не знаем, потому что, глядя на эту пару, Саш, в ваших руках такой материал. Конечно. Может быть, вас бьют, я не знаю, на тренировках. Что значит «может быть»? Конечно, его бьют. Конечно, бьют. На всех тут бьют. Может быть, частные охранные, да, на тренировки на их приглашать. Тогда, может быть, всё в порядке. В общем, экспериментируйте. Если, конечно, пройдёте дальше. Напоминаю номер 7545. Отправив на него СМС, вы можете спасти своего любимчика. Отправляйте СМС на номер 7545 с пометкой ОТВ и номером полюбившейся пары. Спасайте своих любимых. Ну что, как настроили? Первые всё-таки сегодня были. Получилось всё супер. Всё, что мы учили, всё, что мы изучали, и мы делали это ярко. Казалось бы, непрофессиональный член жюри, председатель правления ЮКОЖСИ, а заметил, что ты, Марина, споткнулась. Да, это было. Я не спорю. Был, потому что я каблуком уже покатилась, но я боялась упасть. Но я постаралась удержаться и пойти дальше, идти вот танцевать. Тебе платье-то нравится? Да. Я себя ощущаю королевой. В прошлом платье ты говорила, что будешь выступать на выступлениях, а это как будешь использовать теперь? Теперь тоже буду везде использовать на своих выступлениях. Почему будет? Оно лёгкое, удобное. В этом платье будешь тягать там вагоны. Могу и тягать паровозы. Будет очень круто даже. Друзья, голосуйте за парой номер один. Это Марина Брандяки-Гелёва и Александр Позняков. Ну, а я желаю вам удачи и, конечно, пройти в полуфинал. Горячие танцы Мы с удовольствием приглашаем на паркет Игоря Линника и Катерину Каравдину. Своим выступлением флорист Игорь Лирник и хореограф-преподаватель Катерина Каравдина намекали зрителям, что это ещё цветочки. Жюри это поняли по-своему. Великолепный, позитивный, очень задорный танец. Я ожидала, Игорь, что вы так двигаетесь замечательно. Попадание в ритм это серьёзная ошибка. Хотелось бы, конечно, чтобы обратили внимание на технику. Игорь включился и очень так достаточно хорошо. Игорь, вот небольшой совет. Средняя часть тела, если заработает у вас, то вообще будет в танце здорово. Пока себя хвалить не за что. Мы всё-таки справились с нашим номером. Я такой очень критичный человек. Игорь вообще был очень... Если бы он был такой непозитивный и всё очень стеснялся, будет ещё что-то, я думаю, что вообще бы ничего не получилось. Боязнь была, да, что мы в середине номера где-нибудь забудем порядок. И всё, и просто стоп. Я могу похвалить единственную свою партнёршу Екатерину, которая меня постоянно поддерживает, подрит и за это ей очень благодарен. Ну что, Катя, смотри. Мы получили этот конверт. То есть, наверное, были какие-то приятные ожидания. Это же сюрприз. А то он и сюрприз. Но когда конверт открылся, то сюрприз был... Ну, очень большой, потому что... Я не знаю, что это такое. Соответственно, мне нужно узнать, что это такое. И потом уже делать какие-то выводы. Могу... Понимаю, что это такое. Ну, это очень круто. Это нам так хватит, я думаю. Да. Когда мы увидели тему своего второго выступления... Ну, это в нашем стиле, я думаю. Поэтому у нас всё удастся. Давай. Потому что танец у нас такой прыгучий. У нас там не так много именно каких-то танцевальных движений. Ну, как бы такой движухи много. Я думаю, что Игорь также будет очень задорный, весёлый. И я с ним буду очень хорошо выглядеть. У нас просто такая весёлая пара, такая слаженная. Мы работаем как один, как тип такой хороший. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот. Дорогие зрители, мы зажжём танцпол. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны. АПЛОДИСМЕНТЫ Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоёшь. И делай с ним штук, аплоди-пу-дюда, ла-пу-дю-дю-да. Ла-пу-дю-дю-дю-дай, дай-дай-дай, ла-пу-дю-дю-дай. А куда живы жадины вокруг? Удачи мы не выпустим из рук. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, Игорь, Кать, спасибо вам большое за такую нескрываемую любовь к советским мюзиклам Даже детским, я бы сказала, советским А любят ли наши жюри российских флористов и танцоров? То, что касается роста в танце, он, конечно, прослеживается Но не настолько, насколько хотелось бы, потому что, ну, видно же, что у пары потенциал есть Вот, опять-таки, ребята эксплуатируют свои данные артистические То есть попадание в образ стопроцентное Игорь абсолютно непринужденно сыграл базилио, причем не напрягаясь так вот Как оно есть на самом деле Вы знаете, вот из всего, так скажем, танца На самом деле танца-то было, ну, процентов 20 А все остальное – это вот такое художественное хождение с мешком Игорь, мне очень жаль, но танца не получилось Был такой этюд, основанный на ходьбе и беге, причем достаточно бытовом беге Прогресс есть по сравнению с первым туром Вы двигались больше Вообще мне показалось, что это такая инсценировка той песни, того музыкального материала, который мы услышали Но очень точно попали в эмоции и в образы Но то, что работать нужно, это, конечно, да Да, потому что я думаю, что в творчестве у Игоря есть свой фирменный стиль И хотелось бы, чтобы в танце он такой фирменный стиль был Мне понравилось, было задорно, весело, виделись эмоции в глазах Хороший котяра был, хороший котик Котик замечательный, да Котик замечательный Чувствовалось чувство партнера, да Но это больше походило, мне кажется, на сценку, чем на танец То есть технически вы все согласны и едины в этом мнении, что танца маловато Нам, вот простым людям со Станиславом, все больше нравится, чем, сами понимаете, вот этим избалованным начальником департамента культуры Челябинской Уважаемые телезрители, номер 7545 Номер вашей любимой пары Пометка ОТВ Все остальное вы знаете сами Друзья, пара номер 2, Игорь Леник и Екатерина Каравдина Что удалось, а что не удалось? Удались эмоции И все, пожалуйста Я думаю, мы на этом закончим Вот В чем же? А с чем же связано? Я же растерялся В чем проблема? Это как бы наша проблема У нас было три репетиции, мы болели Так вы прогулщик, Игорь? Нет, я болел А, вы симулянт? Нет, я был болен Игорь, тебе сказали, что ты так много ходишь Это с чем связано? С прогулами или ты не умеешь танцевать? Честно признайся Я не готов ответить на этот вопрос Но я не считаю себя профессиональным танцором ни в коем случае Ну хотя бы начинающим Ну такой, совсем начинающим Кать, ну прогресс-то есть? Прогресс есть, да Игорь держит спину О, это супер И работает средняя часть Друзья, голосуйте за пару Екатерина Каравдина и Игорь Линник Следующими я приглашаю на танцпол Артема Гельруда и Татьяну Малкову Уже с первого танца преподаватель и создатель открытых лекций Артем Гельрут и хореограф-преподаватель Татьяна Малкова Показали себя самой чувственной парой проекта Я вижу конкурентами тех ребят, которые уже имеют какой-то опыт в танце У нас есть конкурент У нас много конкурентов Ну несколько пар для себя я точно определила Но жюри очень непредсказуемое Кто знает, может это что-то большее, чем просто танец Подействовало ли обаяние Артема и Татьяны на жюри Хотелось бы, чтобы от самого начала Артем тоже проявил свои Гипотехнические возможности В этом танце тоже партнер оказался такой деталью Но отработал этим краном, талью, лебедкой на отличном Технически надо работать очень много Задание сложное В советское время секса не было А проявления страсти, любви и флирта были под запретом Но будем надеяться, что эта пара справится с заданием Конечно, мы молодцы, мы старались В целом неплохо, да, но куча косяков, которые надо доработать У нас все было построено на поддержках На высоких поддержках, на сложных поддержках Но судьи в некоторых моментах они этого не оценили Мне не понравились свои ноги Мне не понравилось то, что я ее чуть не уронил Судьи были честные, адекватные, но они судили слишком строго Нам сегодня вручили конверт, мы вообще были в шоке Но я себя не вижу, вроде той, которая мне там была прописана Пока что не вижу Нам досталась сложная тема, но мы постараемся с ней справиться Я другого партнера себе не хочу У меня очень классный, крутой парень Ему осталось подучиться потанцевать, натанцевать И я думаю, все будет хорошо Есть отличные девчонки, действительно есть Они очень приятные, интересные Но я не думаю, что у меня бы с ними получились такие доверительные отношения, как с Таней Танец нас сильно сблизил, мы танцуем румбу Второй танец будет очень чувственный, эмоциональный и контактный Румба все-таки это танец любви И это очень хорошо сказалось на наших отношениях Румба нас сблизила Румба нас сблизила Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Ну что ж, ребят, честно признаться, Артем, это, наверное, был самый необычный Штирлиц, которого я видел вообще в своей жизни. Да, с фамилией Гейлрут Штирлиц, это интересно. Мне очень нравятся ваши отношения к проекту и друг к другу. Вы очень станцевались, мне кажется, вы действительно уже чувствуете друг друга, то, чего не было у вас в первом туре. Вы действительно все замечания приняли без обид и все сделали правильно. Теперь есть композиция, теперь мы знаем, для чего была эта чашка кофе, для чего был стол. Все понятно и все правильно. Вы совсем не выглядели как грузчик, за что мы на прошлом туре ругали. Вы сейчас себя вели как внимательный партнер. Быть таким правильным партнером очень сложно. Вы сейчас понимали свою партнершу, и в вашу любовь я поверила. Спасибо. Спасибо, Светлана. Артем начал двигаться, это уже хорошо. И самое главное, он поспевает за партнершей. Рост, конечно, есть, ребята молодцы. Согласен со Светланой, что это действительно уже станцевавшаяся пара. Понятно, что есть проблемы с техникой, но это дело времени и ваших стараний, и ваших усилий. Если вы действительно приложите усилия, то и танец получится. Вы знаете, я хочу сказать о другом. У меня, если честно, после танца остался жуткий диссонанс. Потому что ребята тресковые выбрали до такой степени сложный материал, музыкальный. Я бы сказал, как киногерой, знаете, замахнулись на самого Уильяма Шекспира. Да, на самое святое. И вы же, ребята, должны были понимать, что по большому счету это музыка, это история, этот фильм. Это же миллионы судеб, да, и через миллионы судеб и советских, и российских, и постсоветских через себя пронесли, и каждый пронес. Вот мне показалось, что то, что вы танцевали, и то, что хотели передать, оно нисколько не коннектилось вот с этой музыкой. Я понимаю, почему у Виктора Александровича возникло такое мнение. Потому что Таня, ну, молодец, она сыграла все в этом номере. Она сыграла любовь, она сыграла страсть, и она даже сыграла секс. Мне кажется, немножко, вот у них была связь, это сразу почувствовалось, вот эмоциональная как раз. Я не о той связи, о которой вы подумали. Я думаю, что после этого номера, блажка 12+, у зрителя вырастет до 16. Так вот, значит, и как-то Артем, ну, вот если Татьяна отдавалась танцу полностью, то, значит, Артем как-то вот он не доиграл в этом плане. Хотя я говорю, что эмоции были, и напряжение было, и чувства были, это было видно. Единственное, меня смутило, как-то вот с мечтой, вот о чем вы говорите, да, вы расстались очень как-то так вот быстро. В конце, когда вы бросили практически Татьяну, повернулись и ушли. Но с мечтой так не расстаются, когда спиной повернулся и пошел, понимаете? Так, ну я понимаю, но такое ощущение, что вот эту девушку вы взяли, бросили в конце, и в общем все. По матросе и бросил, понимаешь? Но я о чем хотел попросить? Я понимаю, что вот родители ваши телевизионные, которые уже ваш второй танец видят, они... Будут-то, будете крестом. Они, да-да, конечно, нет, я буду смотреть, как они дальше будут танцевать. Они бы хотели, чтобы вы не только сидели и стояли, и Танечку поддерживали, значит, вот делали поддержки, имеется в виду, но еще и тоже начали как-то немного двигаться, больше двигаться. Вот надо работать над этим, как мне кажется. А так хорошо. Нет, потенциал у вас прекрасный. Есть, но я бы сказал, на грани, здесь на грани, потому что Таня вот так любит она, понимаете, своего героя. Поэтому вот она так сыграла. Так они в жизни, смотрите, они обнимаются стоят. Какая позитивная парочка. Они сюда на одной машине приезжают. Что ж до утра. Она ему бутерброды сюда приносит. Мы вообще будем рады, если в конце проекта появятся не только интересные танцы, работы, но и дети. Это ж хорошо. Знаете, сама музыка, которая была, она, мне кажется, никого равнодушным не может оставить. Мне понравилось, что видно, что равнодушия в глазах тоже нет. То, что какое-то чувство проскакивает, его видно в танце. И мне сама композиция очень понравилась. И вообще все понравилось. Уважаемые зрители, шлите смс на номер 7545. Спасайте свою любимую пару. Друзья, у нас пара номер 3, Артем Герард и Татьяна Малкова. За что? Что? Умете спросить, удовлетворены ли вы? Не, мы правда очень довольны номером, нас все похвалили. Мы получили сами от танца, чего хотели, мы показали любовь. Говорит Таня за саму себя, как вы понимаете, да. Все отлично, мы молодцы. Да? Да. Таня, ну а вот, собственно, сказали, что там много секса было или чего-то лишнего. Ну нет, мы старались быть на грани. Мы хотели показать только любовь и ни о каком сексе не шло речи. Не раз. Отлично. Друзья, приглашайте к себе пару номер 3, Артем Герард и Татьяну Малкову. А заодно голосуйте за то, чтобы они остались в нашем проекте и прошли полуфинал. Ну, ребят, я желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо. Мы продолжаем конкурсную программу горячих танцев. На паркет приглашают. Екатерина Вайнштейн и Дмитрий Кузьмин. Визитки владелицы Института здоровья и красоты «Лотос» Екатерина Вайнштейн и хореограф-преподаватель Дмитрий Кузьмин рассказали о суровых буднях любительниц шоппинга и блестяще справились с задачей. Жюри осталось довольным. В целом все очень даже неплохо. Мне начинает нравиться. Они сразу показали себя очень дерзко, уверенно, смело. Я вообще не хотела на этот проект идти. Мне танцы вообще никогда не нравятся. На дискотеках я никогда не танцую, потому что мне кажется, что у меня не получается. После того, как я станцевала первый танец, я прям с собой гордилась. Первый танец, ну вот это было немного там скомкано что-то, но в общем мне понравилось. Ну какие-то элементы, может быть, там стоило бы получше постараться, но так немного нервничало. Ну не все идеально, но все сделали. Екатерина, мне безумно понравился ваш танец, честное слово. Я смотрел, улыбался, радовался, наслаждался. Меня похладили, и я довольна. Я почему-то ожидала, что наоборот будут так немножко ругать, но в общем-то такой положительный отзыв был. Она достигла за малое время очень хорошего результата. И я думаю, что мой партнер, Гима, рад, что ему досталась такая партнерша. Ну я тоже молодец. Получится ли у Екатерины и Дмитрия очаровать зрителей и жюри на этот раз? Я думаю, у нас получится. Но придумать свой сюжет, рисунок танца – это одно. А вот исполнить номер на заданную тему – это совсем другое. Мы открыли конверт, и там достаточно неожиданно для нас. Мне повезлило, потому что между мной и Гурченко вообще ничего общего. Но придется входить в роль. Тяжеловато будет показать это, конечно, да. Хорошо, хорошо. Довольно-таки сложная тема. Пам, пам, где? Где ноги? Пам. Все всегда получается за счет творчества. Мне тяжело. И пора. У нас с Гимой есть ощущение, что мы пройдем дальше. Но настроен у нас такой, и мы очень много тренируемся. Главное, чтобы мы прошли финал и победили. И самое главное – верить в себя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Скорый поезд номер 67 Отправляется в 15 часов 30 минут СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА МИЗ movimento Промежуток две там, или сколько, три минуты Показать полностью И причем показали они ее, мне кажется, Удачно и правильно И... Ретроспективно тогда Да, да И прожили ее на паркете Молодцы Редко кому это удается Потому что И показали начало сложных отношений Да, этой пары И закончили И к финалу пришли Причем и отыграли хорошо образ И, кстати, и движение в танце есть. Кать, молодец. С первого тура рост есть. Поэтому в этом отношении просто 5 баллов. Молодцы. Разная динамика, что вначале была медленная динамика, потом очень красивый переход и понравилась очень элегантность и пары, и танца. Спасибо. Спасибо. Светлана, вот вы сегодня весь вечер судите хореографию, пластику, драматургию. А вот оцените попадание в образы. Бессмертные образы, Людмила Марковна. Я бы партнеру для начала надела пиджак. Мне не хватило пиджака на нем вначале. Потом, наверное, надо было снять, либо это плащ мог быть, либо пиджак. Что-то не хватило, какой-то верхней одежды. Мне очень понравился костюм Кати. Мне очень понравился, как актерский Катя работала. Она вот поймала кайф, по-моему, от этого номера. Чувствовалась легкость в исполнении. И вы как-то немножко были зажаты на первом туре, а сейчас вы уже, как мне кажется, получаете от этого удовольствие. Конечно, мелкие погрешности были. Вы где-то не до конца на ногу разворачивали, где-то не до конца дотягивали. Но, в принципе, это дело наживное, нарабатываемое такое дело. Набраться просто терпения надо и работать. Мне очень понравилась поддержка, которую Катя исполнила. Там вот как раз было то, что от ноги до руки все было красиво. Да, да, линии красивые. У вас хороший рост и пропорциональная фигура. Поэтому у вас любая поза будет красивой, если еще немножко над ней поработать. Мне показалось, что и композиционно все выстроено было. Я и кульминацию увидела, и развязку, и финал такой достойный. Но вам остается работать над техникой. Все остальное, все ошибки исправлены, на мой взгляд. Спасибо. Спасибо, Светлана. Спасибо, Светлана. Светлана, у меня даже сомнения возникли. Мы с вами в одной передаче снимаемся. Мне кажется, что у Димы-то была верхняя одежда в начале. Или меня здесь не было. Это вы так себе придумали, Виктор. А вы говорите, что была. Света, вернитесь к нам. А была, да? Ой, простите. Конечно. Мне очень понравилось, что мы увидели эту пару в нескольких, в трех, вернее, амплуа разных совершенно. И я как-то поначалу напрягся, потому что мне показалось, что вот эта первая часть, вот этого непонимания, вот этого конфликта между героями, она как-то музыкально не очень попала именно в эту тему «Вокзал для двоих». И как-то я так внутренне напрягся. А потом вот оно дальше, развитие пошло так, как надо. Мне очень понравилось актерски, как сыграла пара, взаимоотношения. Но я так понимаю, что как только вот небольшое, да, замечание, как только вы играли правильно, вы видели друг друга поначалу, как только пошли вот эти отношения любви по-настоящему, в середине, вот этот сложный кусок, который вы с поддержками, так сказать, там, с движениями делали, так сразу же каждый закрылся и сам по себе. Видимо, испугались до конца доиграть вот эту любовь друг с другом. И как-то вот и Дмитрий, ну, как-то в себе был, немножко смотрел куда-то вдаль за Татьяну. И Таня как-то испугалась, вот видите, да. Значит, было, заметно это было. А потом прошли вот этот сложный кусок, и дальше вот эта известная мелодия, когда пошла из вокзала для двоих, я заметил по Кате, как только прошел этот кусок, она расслабилась, заулыбалась. У вас очень красивая улыбка. И вот это началось кайф. Вы получать начали от танца кайф, понимаете? И сразу же все начало склеиваться. И на финал вы вышли совершенно другие взаимоотношения и совершенно другая история. Вот ловите вот эти приятные мгновения, которые существуют в вашем танце. И все-таки вот не только технически все красиво было, но еще и эмоционально доигрывайте. Да мне кажется, они специально это делали, потому что в фильме-то тоже достаточно сложно склеивались эти отношения. Может, они так сыграли, чего вы придираетесь-то? И все-таки самый главный судья – это наш зритель. Отправляйте смс на номер 7545. Голосуйте за понравившуюся вам пару. Друзья, пара номер 4 – Екатерина Ванштейн и Дмитрий Кузьмин. Или лучше – Людмила Гурченко и Олег Василашвили. Сложные вообще образы достались вам? Да, я думаю, сложные. В чем была основная служба с Дим? Эмоционально передать сам настрой с самого начала и до конца его выдержать. Я специально фильм пересмотрела, чтобы войти в образ Людмилы Гурченко. Мне хватило на первую часть только. Дим, ну а вот с точки зрения техники все ли удалось? На что был основной акцент? На что должно было выстрелить? Сильно техники мы не касались. Главное было выстроить по рисунку, по эмоциям. Но я думаю, что нам можно еще работать на технике, как правильно сказали. Ну ничего, все-таки поддержки делали. Поддержки, естественно, это хорошо. Поддержки получились замечательно. Ты не падала во время репетиции? Пару раз было. И в первом номере. И в первом тоже. Ну, я желаю, чтобы у вас еще осталось до финала этого задора. Ну и, конечно, желаю вам успехов, удачи. Не падайте на поддержках. Друзья, голосуйте за пару номер 4. Екатерина Ванштейн и Дмитрий Кузьмин. Голосуйте за нас. Давайте вспомним, что показывали наши участники на тему советских фильмов. Марина Кигелева и Александр Позняков. Полосатый рейс. Игорь Линник и Екатерина Каравдина. Приключения Буратино. Дуэт Кота Базилио и Лисы Алисы. Артем Гельрут и Татьяна Малкова. 17 мгновений весны. Екатерина Ванштейн и Дмитрий Кузьмин. Вокзал для двоих. Голосуй за любимую пару. Отправляй смс-сообщение на номер 7545, кодовое слово ОТВ и номер понравившейся пары. Пара номер 7. Екатерина Ванштейн и Дмитрий Кузьмин. Пара номер 10. Марина Кигелева и Александр Позняков. Пара номер 13. Игорь Линник и Екатерина Каравдина. Пара номер 16. Артем Гельрут и Татьяна Малкова. Горячие танцы. Ну что ж, настал самый ответственный момент. С минуты на минуту станет ясно, кто остается в нашем шоу, а кто его, увы, покинет. Ну что ж, сейчас мы это и узнаем. Марина Броняки-Гелева и Александр Позняков. 4-4-5-4. Артем Гельрут и Таня Малкова. 4-5-5-5. Екатерина Вайнштейн и Дмитрий Кузьмин. 4 пятерки. 20 баллов ровно. Уважаемые члены жюри, покажите оценки этой пары. 3-4-3-4. По итогам конкурса Игорь Линник и Екатерина Каравдина получают 14 баллов. Артем Гельрут и Татьяна Малкова – 19 баллов. Марина Киделева и Александр Позняков – 17 баллов. Екатерина Вайнштейн и Дмитрий Кузьмин набирают 20 баллов. Как ни жаль, но с Игорем Линником и Екатериной Каравдиной придется расстаться. Таковы правила. Кто-то должен уйти. Что ж, уважаемые члены жюри, по традиции парочка теплых слов на прощание и в поддержку оставшимся участникам на проекте. Ну, безусловно, очень жаль расставаться с такой обаятельной парой, но наверняка вы поняли, что одного природного обаяния, внутреннего такого артистизма, наверное, недостаточно. Поэтому наверняка, наверное, слегка недооценили своих соперников. Может быть, вас вот именно это погубило. А так, по большому счету, только одни позитивные воспоминания о ваших двух номерах. Молодцы. Спасибо большое. Ну, соревнования есть соревнования. Спасибо, Виктор. Запомнилась задорность и эмоциональность. Ну, я желаю, чтобы это был шагом к новым победам. Спасибо. Мне было приятно увидеть работы вашей пары. И приятно было Игоря Линника увидеть в новом амплуа. Это очень замечательно. Я надеюсь, что это не только какое-то развлечение и какой-то новый опыт. Это самое главное. Это проба себя где-то в ином. И я думаю, что если вам это понравилось, то дай бог, если вы будете дальше продолжать заниматься этим творчеством, самое главное, во всех его проявлениях. Я думаю, никто не удивится, если мы его где-то еще увидим, не в бальных танцах, а в каких-то еще творческих проектах. Неудачи его не останавливают. А мы поздравляем оставшихся участников с выходом в полуфинал. Все справедливо, это, наверное, самое главное. Мы старались, все, что смогли, мы выдали. Мы сохранили хорошее настроение и совершенно какие-то потрясающие добрые эмоции об этом проекте, наверное. Даже это очень много. То есть у нас был шанс, мы его использовали, но немножечко лисучилось. Слушай, а с другой стороны вы еще петь не пробовали. Нет. Это не со мной. Нет, нет. Я не в голову. Сейчас поем. То есть танцевать мы не бросим, мы просто будем это делать в других местах. В танцевальном клубе голоден. В танцевальном клубе голоден, например. Или пойдем на чес по клубу. Вот и закончили все четвертьфинальные шоу «Горячие танцы». Спасибо всем, кто участвовал, кто помогал, судил и просто болел за наших конкурсантов. В скором времени наши участники получат новое задание, но это еще не скоро. А мы прощаемся с вами до полуфинала. Пока!